Всем привет! В этом видео я расскажу о переменных окружениях Windows и для чего они нужны. Как добавить программу переменные для ее быстрого запуска из командной строки. Как использовать короткие пути к системным папкам, а также как и где найти и посмотреть переменные среды в реестре и в командной строке. Друзья, если вам нужно восстановить удаленные данные воспользуйтесь программами компании Hetman Software. Перейдите на сайт по ссылке из описания, бесплатно скачайте и установите программу. Затем запустите анализ диска. После анализа утилита отобразит файлы, доступные для восстановления и вы сможете их вернуть. В нашем блоге представлены краткие руководства по решению любых проблем, возникающих у пользователей Windows. На нашем канале и в блоге вы найдете решение любого вопроса, начиная от установки системы и заканчивая удаленным администрированием и подключением мобильных устройств. Наши специалисты с радостью ответят на все ваши вопросы в комментариях к роликам или статьям. Переменная среды – очень полезная функция, которая востребована в системных администраторах. Чаще всего они нужны для написания универсальных скриптов, работающих на компьютерах с различными настройками параметров, которые могут меняться. Также в Windows есть переменная среды Pad, которая позволяет получать более быстрый доступ к программам из командной строки, без использования пути к папке с такой программой. Добавление папки в переменную Pad. Если вы часто работаете с командной строкой, то вероятно, у вас возникал вопрос, почему некоторые команды можно вести без полного пути, а для запуска других программ требуется указывать полный путь или же переходить в папку с программой. Дело в том, что операционная система имеет специальную переменную Pad, в которой хранятся пути к популярным папкам системы, которые проверяются на наличие исполняемого файла, используемого вами в командной строке. Итак, как же добавить такую папку, чтобы при дальнейшей работе в командной строке не нужно было переходить в директорию с программой или указывать путь. Чтобы добавить ее, нужно открыть свойства системы. Для этого в поиске ввести sysdm.cpl или просто кликнуть правой кнопкой мыши на мой компьютер. Выбрать свойства, далее дополнительные параметры системы и во вкладке дополнительно переменные среды. В открывшемся окне найти Pad для текущего пользователя открыть его в переменных средах пользователя, а для общего в системных переменных, отметить его и нажать изменить, далее создать и скопировать сюда путь к нужной папке или нажать обзор и указать путь к ней, после чего нажать ok. Я к примеру добавлю путь в папке браузера Chrome, после чего открыв командную строку, написав в ней Chrome и нажав ввод запустится браузер. После добавления папки, командную строку нужно перезагрузить, иначе команда не будет работать. Таким образом, в переменные среды можно добавить любую папку с нужной вам программой. Переменные окружения еще можно посмотреть в реестре. Чтобы открыть реестр, в поиске введите recedit и запустите его. Далее перейдите по пути hk local machine system current control set control session manager environment. Здесь вы увидите системные переменные окружения Windows. Добавить переменную в реестр, возможно двумя способами. Здесь же в редакторе реестра кликнуть правой кнопкой мыши и выбрать создать, или через командную строку, к примеру переменную с именем var и содержанием val. Для этого я введу следующую команду. После чего в реестре появятся переменные со значением var. Еще переменные можно посмотреть в командной строке. Выполнив команду set, отобразится список всех переменных. А чтобы сохранить все переменные среды и их значения в текстовый файл, нужно выполнить следующую команду. После чего в указанном месте появится файл со списком всех переменных. Как создать ярлык используя короткий путь и работа с переменными. В переменные среды внесены все популярные папки системы, используя которые можно создать ярлык не указывая полного пути. К примеру, я сейчас создам ярлык реестра используя короткий путь к такой папке. Кликну правой кнопкой мыши создать ярлык и здесь в пути я пишу vindir со знаками процента slash recedit.exe. Ярлык реестра создан. Я не указывал полный путь, который выглядит так c windows recedit.exe, а просто воспользовался короткой ссылкой. Также через такие короткие команды можно быстро открыть системные папки. К примеру, папку пользователя. Для этого в поиске я введу homepatch со знаками процента и нажму ввод. Папка текущего пользователя открылась в новом окне. Таким же образом можно попасть и в другие папки. К примеру, wapdata или temp. Снова в поиске вводим wapdata или же temp со знаками процента и открывается нужная папка. Чтобы получить значение переменной окружения через командную строку используется команда echo. Например, я введу следующую команду, которая отобразит тип процессора текущего компьютера. Чтобы изменить значение переменной используется команда set. Например, чтобы изменить значение temp нужно ввести следующую команду. Команда set используется для единовременного действия. Для постоянного нужно изменить значение в настройках переменной среды. Список всех переменных будет в описании под видео. А на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, задавайте вопросы в комментариях. Спасибо за просмотр, пока.